Дорогие друзья, приветствую вас на своём канале. Пожалуйста, подключайтесь, слушайте. Я думаю, что материал будет интересный. Сегодня я хочу проанализировать дату 16 мая. Вы знаете, что в 7 часов утра, 7 часов 12 минут по Москве будет очередное затмение. Коридор затмения, начиная с 30 апреля по 1 мая, которое было. У меня, кстати, есть материал, вы там посмотрите. Я ссылочку, скорее всего, что оставлю здесь, будет всплывать. А сейчас я хочу просто рассмотреть этот день с точки зрения звёзд, с точки зрения влияния, о чём говорит и что принесёт нам это затмение, что оно даст. Я думаю, что вы уже все знаете, что каждое затмение, оно нам всегда что-то приносит. Итак, что касается символического соответствия, то это первый, второй градус весов. Ну, где-то плюс-минус, потому что в Москве по России будет один, Америка – это будут немножко совершенно другие показания. Но суть, суть, она не меняется ни для России, ни для Беларуси, ни для Казахстана, ни для Америки. То есть это затмение даст одну, одно и то же, по большому счёту. Вернее, мы должны в этой жизни проиграться по сценарию этого затмения. То есть это наши поступки, как будет меняться наша жизнь и так далее. Действие этого дня или же символ, я бы так, наверное, сказала, это прежде всего очищение. Очищение в целом, да, помыться надо, но здесь я думаю и уверена, что вы меня поддержите, что это более глубокий смысл вложен в это слово, в слово очищение. Здесь, скорее всего, что это внутренний мир, это духовность и так далее. Название 16 дня Луны – это голубь, бабочка и лестница. Мы рассмотрим и день Луны, и день Солнца именно на эту дату. Далее, ну что, кстати, здесь, да, это будет полнолуние. Иногда бывает полнолуние, но сейчас будет новолуние, чтобы вы не путали. Это один из чистых дней. Что касается социального влияния, то этот период хорош для всех мирных дел, для планирования, для составления отчётов, контактов, то есть можно общаться. Что касается бытового влияния, то оно достаточно благоприятное, особенно для уборки. Ну вот, будем убираться, да, в понедельник обязательно будем убирать дом. Это будет у нас 16 мая. День, и этот период, он отмечен высокой, или же такой, знаете, очень влияющей и принципиальной даже справедливостью. Что ещё? Равновесие даёт гармонию между астральным и физическими телами. Ну, я думаю, что вы уже, наверное, наслушались других астрологов, торологов, которые говорили, что это шабаш и так далее. Да, это имеет место быть. Поэтому здесь никуда не денешься. Это есть. Если это я увижу, я вам скажу. В этот день рекомендуются любые физические упражнения, способствующие гармонии, которая ведёт к необратимым процессам, как физическим, так и психическим. Ну, я, например, вот планирую завтра просто прогуляться где-то. Может километра, может два. Говорят, как карта ляжет, да? Как ножки будут бежать. Далее. Считается, что крик, бесцеремонное поведение должны быть исключены полностью в этот день. Понаблюдайте в своих семьях, понаблюдайте за собой, как иногда мы срываемся на мелочах. Почему? Потому что, повторюсь немножечко, я очень часто в своих материалах говорю такие вещи, что до какого-то периода мы нарабатываем низкие программы. Да, то есть ругаемся, ссоримся, я не знаю, там гуляем. А дальше у нас уже есть опыт и с годами мы уже вроде как бы, как говорят старые люди, обращаемся к Богу. Да, так вот, даже в такие периоды у нас нет-нет, но низкие программы какие-то просыпаются, и мы можем ни с того, ни с сего вспылить, ни с того, ни с сего с кем-то поругаться. Или же вообще Бог знает, чем заниматься. Ну, тут уж, знаете как, на данном этапе люди живут вообще как хочется, так и живут. По велению, как говорится, хотения. Хочется, значит, делаем то, что хотим. Надо соблюдать спокойствие, не нарушать никакими посторонними действиями внутреннего комфорта и мира в душе. Ибо символ этого дня – это умеренность. Шестнадцатый лунный день – один из дней посвящения проповедников. Злобность, агрессивность, зависть, проявляемая в этот день, ведут к падению. Противопоказан также секс. Кстати, очень было бы неплохо. Я вот, кстати, сейчас вот подумала, может быть, даже я воспользуюсь просто уехать куда-то в какие-то места силы. Место силы – это у кого-то может быть загородный дом, у кого-то может быть храм, у кого-то может быть уединение, может, вообще на природу. Ну, вообще даже я думаю, что этот день было бы хорошо провести в неком молчании. Вот у меня, например, был период, когда я вообще из… Ну, просто уже энергии не хватало для общения. И если у кого-то не с кем поговорить, то у меня, слава Богу, спасибо, благодаря вам, этого достаточно. И иногда я тоже, даже уже всё, у меня уже мой мозг просто не мог, отказывался не то что думать, а даже произносить что-то. Было перенасыщение информацией. Я от этого избавилась просто на два дня, уйдя в некую тишину. Ну, я ушла из интернета, я телевизор не смотрела, я меньше общалась и так далее. Попробуйте. Это очень здорово помогает восстанавливаться. Так что вот в этот день, это будет у нас понедельник. Понедельник – это 16-е. Ну, вот у меня 17-го годовщина по папе, уже 40 с чем-то лет нет его. Поэтому, ну, как-то вот такой вот день будет не совсем может быть такой ровный, но, тем не менее, я думаю, что уединиться стоило бы. Я об этом подумаю и вам потом расскажу. День – это день очищения, как я сказала, посвящения. В этот день хорошо разрабатывать программы на большие труды. То есть именно это затмение в это время, он даёт такой посыл перепрограммирования, я думаю. Ну, я так ощущаю по себе. Практиковать надо мир в душе, гармонию ума, тела и психики. Тело и психики. Здесь я немножко поясню, потому что когда мы начинаем где-то психовать, раздражаться, у нас, знаете, можно сказать так, летит гормональный фон. То есть мы начинаем у нас с тела вот так вот, да? Ну, я уже объясняю, как могу, да? Не рекомендуется употреблять животной пищи, кроме рыбы и грибов. Нельзя убивать птиц. Ну, мало ли, вдруг кто-то куда-то на охоту соберётся или ещё что-то. Что касается медицинского влияния, показаны физические упражнения, процедуры чистки, обостряется чувство одиночества и недовольства миром. Кстати, по поводу чистки, очень даже хороший период. Здесь можно и почиститься чисто на водичке, может быть, посидеть. Может быть, сухой голод кто-то предпочитает. А может быть, кто-то вообще начнёт выводить всё, что там у нас накопилось. День обновления крови. Её заболевание – признак духовной нечистоты. На это же указывает грязь, прилипнувшая к одежде в этот период, в это время. Люди, рождённые в этот день, любят белый цвет, чистоту, склонны к голубому и серебристому. Это люди-чистюли, в хорошем таком смысле. Фантазёры. Жизнь, как правило, плодотворна у таких людей. Они не осуждают других. Это люди, которые родятся в этот день. На первой стадии своего духовного продвижения они ничего не слышат. На второй и третьей приходит понимание языка растений и животных. То есть то, что я говорила ранее. До какого-то периода мы нарабатываем какие-то низкие программы, как говорят, грехи, да, всё вместе. А дальше мы уже начинаем, так сказать, понимать этот мир. Ну, язык растений и животных. Ну, я не знаю, я люблю говорить с растениями и животными. Кстати, очень много говорят, да, люди такие ненормальные. Ну, и что, пусть ненормальные. Говорят, почему с хорошим человеком не пообщаться, правда? Таким людям свойственна работа со временем. Именно время. Время. Промежуток, да, время. Коррекция прошлого. То есть можно корректировать прошлое. Теперь смотрите, таким людям, которые разговаривают с растениями, с животными, и вообще в этот период, пытайтесь, да. Вот, кстати, пользуясь случаем, я буду набирать курс для того, чтобы по работе с энергетикой. И здесь можно построить, например, как бы вам правильно сказать, фантом, фантом человека, и у него, например, попросить прощения или ещё что-то. Я рекомендую вам сделать по-другому. Просто вот в этот день сделайте так, чтобы, знаете как, простите всех. Я это сделала 10 мая. Вот почему-то у меня был такой позыв. Простите, у меня что-то со светом. И видите, как-то он у меня тут некрасиво отсвечивает. Зелень сзади даёт. Ну ладно. То есть смотрите, что надо сделать. Надо просто всё отпустить. Вот просто всё. Ну я не знаю, всё, 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 что только можно. Просто освободитесь. Каким образом? А вот просто скажите сами себе. Я всех прощаю. Я отпускаю всё. Я не Господь Бог, чтобы кого-то судить, да. Я не, не знаю, не дьявол, чтобы чью-то энергию питать. Всё. Я возвращаю свою энергию и отдаю энергию, которой пользовался. Почему? Потому что такое бывает. Когда мы, у нас есть какая-то ситуация нехорошая, то мы отдаём свою энергию, тратим эту энергию на мысли о тех людях, которые нам неприятны. Вам это надо? Не надо. И я хочу сказать, что переоценка очень быстро придёт. Попробуйте. Это вот самое-самое мощное очищение. Поверьте. Дальше, что ещё здесь может быть? Так, ну, про обновление очищения крови мы сказали. Ну, и ещё раз скажу, что ничего не стоит построить фантом. И тогда... Кстати, фантом ещё легко. Представьте этого человека, я немножко вернусь, да? Представьте, только поставьте табуретку, стул, табуретка лучше такое что-то. И сядьте и представьте, что этот человек сидит у вас на табуретке, да? Можете мимо табуретки. И расскажите, выскажите всё, что вы хотите. Только единственное что, что обязательно извинитесь по тому, что вы его потревожили. Так, ну, здесь надо быть очень осторожными, потому что это всё-таки затмение. И непонятно, как это может проиграться, почему. А вдруг, если это человек, который живой, ну, в нашем мире, вдруг у него совершенно другие какие-то планы. Ну, совершенно другая энергетика. Совершенно какими-то другими делами он занимается, а вы его тут отвлекаете. Здесь очень тонкая такая грань, поэтому здесь надо, чтобы вы чувствовали энергетику. Что касается, если вдруг кто-то всё-таки не ослушается и будет заниматься сексом, да? То здесь влияние и всё-таки могут зачать ребёнка. То у ребёнка будет беспокойный характер. Он будет любить животных, растения. Будет желать духовной чистоты. И многие люди будут искать у него своего совета. Ну, вот сейчас сказала, сейчас все кинутся зачинать такого ребёнка. Ребят, у такого ребёнка жизнь не сахар. Поэтому не радуйтесь тому, что ваш ребёнок будет находиться всё время в поле такого советчика. Это надо быть... Нет своей личной жизни. И в жизни тогда этого ребёнка будет много путешествий, перемен. Но доминировать будет равновесие. Равновесие. Медитировать можно на белый цвет. Так, ну и что касается солнечного дня, да? Давайте рассмотрим тотем солнечного дня на вот это затмение. Это 27-й день второго солнечного месяца. Я вам, пожалуй, зачитаю. Это день Ашам, Ашмана, Изеда, неба, открывающего его двери, «впускающего и выпускающего потоки душ людей, животных, растений. Это время, когда небо открыто». Ну, в таком переносном смысле, да? Небо открыто, но это я говорю, что в переносном смысле, да? На самом деле оно действительно открыто. То есть можно обращаться и просить, можно отправлять какие-то пожелания, можно молиться. Ну, грешить нежелательно, конечно. И святые наблюдают за тем, что происходит на земле. Представляете, как? Вот так, ребята. В этот день расходится пелена, которой Ангроманью окутал этот мир. Ну, раз окутал этот мир, понимаем, кто это такой Ангроманью. Наши молитвы будут услышаны, особенно если мы будем молиться на открытом воздухе, в возвышенностях, горах. Ребята, вот я сейчас вам рассказываю, да, когда это всё немножко не так воспринимается, потому что когда готовится материал, ты его тупо готовишь. А когда ты его уже пытаешься отдать на аудиторию, и ты чувствуешь энергетику других людей, ты понимаешь совершенно по-другому. Я думаю, что вы меня понимаете. Поэтому однозначно надо завтра собираться и уезжать, ну, в крайнем случае, за город, в загородный дом, и там хоть делай, что хочешь, да. В крайнем случае, на свежем воздухе у меня такие птицы поют. Ой, зайцы приходят, косули бегают, лисы бегают по ночам, правда, ищут пропитание. Пойдём дальше. Так вот, наши молитвы будут услышаны, особенно если мы будем молиться на открытом воздухе, на возвышенностях, в горах или на горах, раньше ночью этого дня зажигали, ну, раньше говорили, не зажигали, а возжигали костры на возвышенностях. Это тоже принцип или же метод очищения. Я думаю, что вы все помните, когда горит костёр, на него смотришь, знаете, такое вот происходит некое такое, как бы кровь закипает внутри, очищается. Ну, вот что-то похожее. Пойдём дальше. Ашман снимает все покровы, поэтому ничего невозможно скрыть. Нужно быть больше под открытым небом и меньше под крышей. Желательно, чтобы дом был открыт для всех странников и гостей. Ну, это, конечно, уж если принимать это всё буквально, то, конечно, это немножко жутковато, да? Особенно, если где-то кто-то живёт в таких местах, что не совсем такая хорошая обстановка, да? Ну, здесь вы уже сами решайте. Если у вас что-то попросят, то отдайте, отдайте, но только то, что не жалко. Ну, если попросят, что, да? Придёт человек и скажет, отдай-ка мне свой айфон седьмой или какой там десятый, да? Ну, конечно, жалко. Поэтому здесь, по большому счёту, если что, можно извиниться, сказать извини, ну, вот давай я тебе дам вот это, если вдруг кто-то. Потому что некоторые люди специально ходят и просят на праздники, чтобы вы понимали. Так, нужно также меньше спускаться под землю, болтать, разговаривать, болтать в метро, погребе или склепе. Это время обмена, знакомств, начала дальних поездок, из которых вы рискуете вернуться невредимыми. Ну, рискуете, да? Вернуться целыми и невредимыми. Ну, так звучит, пехельвейские тексты так звучат. Это оттуда взято. Никакой любви, кроме супружеского долга. Им сверху видно всё. Так и знаете. День непредсказуемый. Вещий день. Нужно больше смотреть на небо, звёзды. Хорош дождь при солнце. У нас как раз вот сегодня, например, в Беларуси сегодня 14-е. У нас и вчера вот такая была погода, с солнышком, то ветер, а сегодня именно дождик шёл, и солнышко светило. Ну, это хороший знак, я надеюсь. Что означает дары с неба? Выздоровление от долгой болезни. Но, дорогие мои, очень многие будут чувствовать себя немножко такими... Что касается здоровья, будет влияние. И прежде всего здесь будет очень сильно влиять, по моим ощущениям, что будет атмосферное давление низковатое. Ну, не знаю, вот как бы там ни было. Бывает иногда, что или же слишком много света, как бы, и на всю грудь хочется вздохнуть, да. А иногда бывает, что тяжело дышать, потому что атмосферное низкое, и лёгким не хватает воздуха. Понаблюдайте каждый за собой. Ну, вот, кстати, потом напишите, мы потом с вами обсудим. Далее. Нужно больше смотреть на небо, звёзды. Как я сказала, уже хорош дождь при солнце. Плохо громовые облака. Самовозгорание. Очень хорошо, если ночью над вашей головой расходятся тучи. Мелькнёт зорница. Ещё лучше видеть на небе письмена. То есть тогда нам, вам даётся пророческий дар. Ну, это всё то, о чём говорили наши с вами предки, да. Что наблюдали древние, что говорили волхвы, что говорили знающие люди, советы. Увидеть облака одной формы трижды. Увидеть облака одной формы трижды. К полной перемене жизни, например. Ваши фроваши возьмутся за ваше воспитание. Ну, это что-то типа ангелов, да. Сны этого дня будут вещами, только если вы спите на открытом воздухе. Ну, я думаю, что здесь можно эти сны трактовать, даже если в квартире мы спим или где-то в деревне, за городом, да. Не рекомендуется в этот день коптить небо, ну, в таком переносном смысле. Что такое коптить небо? Ну, не знаю, там лежать и есть, 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 да. Говорят, он не живёт, а коптит, да. То есть не двигаться. Падать, а также прыгать с парашютом. Особенно если снизу вверх или вниз по лестнице. Снизу вверх и сверху вниз по лестнице. То есть с лестницы прыгать нельзя ни туда, ни сюда. Птицей дня этого дня, 16 мая, является ласточка. Кстати, её можно определить здесь как тотемное животное. Она всегда видна, селится вблизи человеческого жилья, но никто не разоряет её гнездо, так как за это последует страшное наказание. Буквально вчера была за городом, немножко там что-то где-то сажала, деревья свои, с ними разговаривала, как всегда. И у меня идёт линия, как она, провода, энергетика. И сидела одна ласточка. И у меня там сын где-то немножко. И я говорю, ты чего сидишь, бездельница? И дальше по моему монологу, ну это то, что вот только вам рассказала. Я говорю, да, у тебя выходной. То есть якобы она мне уже ответила. Я говорю, кто же тебе дал выходной? Она мне якобы говорит, муж меня подменил, он сидит на яйцах. Я почему уже знаю вот эту вот ситуацию, особенно вот по весне. Обычно птицы, они же парами живут. И неважно, самка или самец, но они все одинаково сидят на яйцах. Немножко сидит самка, потом сидит самец. У меня недалеко такое озерцо есть. И там вот в этом году гуси не прилетели. Они ушли, потому что там очень много рыбаков и очень беспокойная жизнь. И они, мы уже когда едем за город, в загородный дом, они уже сидят на яйцах. То есть вы представляете, ну сейчас вот мы как-то раньше приезжали, их нету, 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 нету. А так она сидит на яйцах, он плавает, там что-то в этом озере ловит какую-то пищу, хотя их подкармливают. Но потом он садится, она отдыхает. А когда уже утята, ну лебеди белые там, это самое у нас, да, я, наверное, или не сказала, или просто каким-то образом прошла этот момент, и они такие серенькие. И вот он их все время, ну отец уже воспитывает, и они гусечком друг за другом. Однажды был один год, и их было семеро. И вот он их как-то парами, ну они понимают этот язык, и они парами, а их семеро. И вот один сзади. И вот как только чуть что этот раз между ними, и они опять сбились. Мы так хохотали все время. Так вот, в этом году почему-то их не было. Но деток они, я хочу сказать, что выращивают, воспитывают очень хорошо. Правда, у меня соседка потом подошла, я говорю, то в прошлом году, или позапрошлом, уже точно не помню. И я говорю, вы видели, как у нас лебеди, там деток высиживают. Она говорит, они-то высиживают, но рядом трасса, и они когда начинают учиться летать, они разбиваются об фуры, об автомобиле, там еще такой мост огромный, именно возле этого озера, ну инфраструктура. И она говорит, они выживают очень, их мало выживает. А в этом году они не прилетели. Ну вот такой вот год. Простите, что я отвлекаю какими-то баснями, но это жизнь, понимаете? Поэтому здесь, конечно же, разорять гнездо не надо, и ласточки, они очень-очень умные. Ласточка имеет очень веселый, дружелюбный характер, обожает компании, привязана к близким, очень активно, старательно, упорно выращивает птенцов, то, что я вам уже сказала, отдает этому большую часть времени, испытывает тягу к полетам, переменам, но возвращается к родному гнезду. Немножко такой, знаете, анонсик сюда. Это, этот день, он говорит о том, давайте мы уже спрогнозируем на будущее, что очень многие люди будут возвращаться обратно. И я буквально сегодня включила телевизор, и на каком-то канале показывали, как украинцы уже возвращаются, так сказать, с Европы, ну, где-то с каких-то близлежащих стран, может быть, Молдавия, может, еще откуда-то. Все-таки они возвращаются обратно домой. Вот так, дорогие мои. Так что, видите, как дом, он и в Африке дом. Далее. Что еще сказать? Поэтому. Хварна, хварна ласточки, она пользуется всеобщей любовью, приносит счастье людям, которые относятся к ней бескорыстно. У нее пророческий дар у ласточки, дар благой вести, и всегда над ней Божий покров. Охрана от несчастий, наказание уготовано для тех, кто причинит ей зло. Я помню из детства, что я всегда удивлялась, как они могут сидеть на проводах. Ну, теперь-то мы знаем, если взяться за один провод, то ничего не будет. А если за два, то, конечно же, тряханет. И я еще помню, что у нас всегда под сараем, под стрихой селились ласточки. И нам было всегда интересно, но мама с папой говорили, кричали, не надо, не надо трогать. Так, что еще? Здесь в очень интересной позиции будет уран в этот период. И о нем он будет уран в тельце. Он будет здесь выступать в роли добродушного великана. И он, знаете как, он придавит или ногой сломанный меч и разорвет в клочья законы мира. То есть уран, который в этот период будет находиться в тельце, он придавит ногой сломанный меч и разорвет в клочья законы мира, посредством которых люди пользовались или же управлялись веками. Это очень такой, знаете, вы знаете, наверное, у меня огромный материал висит, наверное, года два назад, еще сделано то и больше. Уран в тельце пробудет по 2026 год. Так что здесь и вот эта вся ситуация в Украине, которая происходит, ну, я думаю, что к 2026 году все будет даже очень неплохо. Далее. Вот этот, он разорвет в клочья вот этот закон мира и будут падать в пропасть рваные мешки с золотыми монетами. Рваные мешки с золотыми монетами. Я смотрела будущее как бы мира и в какой-то момент я обнаружила и как-то вот, ну, как уран уносит деньги, понимаете, да? Пошел, купил хлеб, молоко и вернулся вообще без денег. Хотя вчера купил хлеб и молоко и, в общем-то, ничего не потратил. Как это происходит? Поверьте, ну, по воле Всевышнего, да? Чудеса твои, Господи. И будет момент, будет момент, когда не будет хватать денег. Не то, что у нас с вами, а вообще у государств не будет хватать денег. То есть эти деньги будут, ну, я не знаю, куда они будут уходить. Может быть, они будут, ветром уносить будет, но он же куда-то их понесет, правда? Если где-то убывает, значит, где-то пребывает. А здесь период обнуления, очищение будет идти. Ну, говорят, деньги грязь, да? Говорят, деньги зло, да? Когда приходишь в магазин, зла не хватает. Так, ну, что еще? Давайте мы полазим. Хорошо, я попытаюсь дать такую... Ну, долгий будет материал, простите меня. Далее, что еще? Так, разобрались, да? То есть золотые монеты будут падать в пропасть. Это период, этот период. И если говорить о людях, которые будут рождаться именно в этот период затмения, чуть это самое, это люди, или же будут рождаться дети новой эры, чей образ мыслей будет направлен против догматизма. Вот это демагогия, догмы, вот эти все. То есть вот эти законы мира, они будут разорваны. И в целом, то есть, представляете, налоги платятся из всего, да? Этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Хотя человек изначально вроде как рождается свободным. Но куда уж говорить о человеке, когда у нас животный мир уже не свободен. Хотя они совершенно как... То есть получается, что они тоже должны что-то платить государству, потому что они там где-то в лесу едят травку или еще что-то. Так, вот эту бюрократическую систему, вот эти молодое поколение, которое родится в этот период, ну вот буквально 16-го числа будет ломка, да? Война, войн предвзятого правосудия, ну то, что вот эта правоохранительная и судебная система будет меняться, это однозначно. Такие люди будут отличаться достоинством, мудростью, мастерством. Они будут наделены яркой индивидуальностью и будут обладать даром убеждения. Ну здесь немножко по дару убеждения. У меня есть некие страхи у меня, потому что не все же будут, как сказать, чистые люди, да? Будут, конечно, попадаться. Среди противоречивых мнений и суждения такого человека, ну, конечно же, будет энергетика и их начинания будут, конечно же, испытывать торжество. То есть люди будут торжествовать и люди будут смелы в моральном и этическом отношении. Так что, ну здесь, знаете, это я бы сказала, что это будут люди, которые будут символом некого ниспровержения устаревшего и иконоборчества. Иконоборчества. Ну, подсмотрите, если что. Ну, расчетливость будет, ментальность, коварство. Оно ведь никуда не денется. Тут хочешь, не хочешь. И в то же время люди это будут одиночки. Здесь можно очень долго, очень долго рассказывать в этом ключе, да, какими будут люди. А от того, какими будут люди, таким будет и общество, да. То есть мир именно в некий такой период. Вот представьте, 16-й год, да. Ой, 2022-й, а давайте дадим лет 20. Ну да, вот к 40-му году действительно, так как и говорят пророки, предсказатели, так оно и получается. Вот такие вот дела, ребята. Интересный будет, конечно же, период. Что касается отношений, мужчина-женщина, да, или солнце-луна, как иногда сравнивают, то никуда не денется все то, что и есть. Конфликт между сознательной волей и подсознательной, или подсознательными мотивами. То есть сознательная воля. Вот иду и делаю, а мотив какой? Пойду сделаю, но украду или... Ну, простите, что-то как-то вот тот мир, в котором мы, или та ступень развития, на которой мы сейчас находимся, ну, к сожалению, чаще бывает так, как я говорю. Дай Бог, чтобы я ошибалась. Так, что еще? Так, что еще тут вам интересного? Я просто просматриваю планеты, которые в этот период будут находиться. Очень много интересного есть. Так, единственное, о чем еще хочу предупредить, что могут быть ситуации в этот день достаточно такие непредсказуемые будут трагедии. Поэтому здесь надо быть ко всему готовым. Но вот этот коридор, затмение, да, с 30 апреля на 1 мая и по 16, ребят, ну, это вообще какой-то был... Во-первых, люди не видят, люди не понимают. Лично я, например, не смогла даже оплатить налоги. Вы знаете, вот просто я прихожу, даю деньги, даю квитанцию, по которой я должна оплатить налоги, именно вот от работы с зарубежьем. Ну, вот все то, что многие из вас мне за консультации, за прогнозы, за матрицы, что я делала, да, прихожу, даю, мне дают квитанцию, я начинаю смотреть, и я вижу, что там, во-первых, не моя фамилия какая-то, там какой-то счет непонятный куда. Я решила, что я уже не буду этого оплачивать. Вот положено там до 6 июня, вот я там тогда и пойду. Потому что я не люблю, когда это все долго висит в таком долгом ящике. Оно вольно-невольно, но оно давит. И когда я, например, смотрю свой прогноз, то я вижу, что у меня идут мысли, где деньги взять, да, ну, как бы, да, а на самом деле транзиты, например, ну, давайте о транзитах, да, они говорят о том, что деньги там где-то есть у меня, но я больше думаю, что мне все-таки надо сходить. А это хочешь не хочешь, а отражается. Поэтому здесь, конечно же, будет, кстати, очень много еще медиума родиться, да, то есть буквально вот в затмении 16 мая это парапсихология, склонности парапсихологические и ясновидение, интуиция, озарение. И вообще это люди, которых будут предсказывать будущее. И здесь интуиция, это очень хорошо, озарение, ну, тем более. Так что интерес к оккультизму очень велик будет. И здесь будет возможно, я скажу, сверхчувствительность к факторам окружающей среды. Это и сейчас есть. Единственное, что люди не знают, не понимают, как этим пользоваться. Я вчера была в гостях у своей приятельницы, она моя соседка, мы дружим, и мы сидели, общались, да, и так далее. И немножко пошутили, я ей начала рассказывать, что как иногда мне звонят, что у кого-то кто-то, например, муж изменяет, или еще как-то, как иногда бывает, мне кажется, да, и так далее. И она мне говорит, и что ты говоришь? Я говорю, ну что, я тоже ловлю энергетику человека, я должна понимать, как человек выглядит, и так далее. если я описываю человека, и он говорит, ну да, он может там какую-то корректировочку внести, тогда я говорю, что делать? И вспомнила недавний случай, и она говорит, ой, я так могу, я говорю, ну давай. И я ей называю национальность, и говорю, так и так, я говорю, описывай, и она мне начинает описывать. Человек, это, говорит, симпатичная девушка, это короткие волосы, типа коры, и так далее, и тому подобное. Ну у меня была фотография, я ей показываю, там совершенно другая девушка, я говорю, в чем проблема? Вот, кстати, вам урок, как говорят, да, работайте с этим. Она говорит, я не знаю, а потому что у тебя есть своя система, свой образ той или иной национальности, и у тебя где-то отложилось, что вот это, например, я не знаю, там, туркменка, казашка, русская, ну, понимаете, да, и вот то, что ты недавно или где-то видела какого-то человека, ты так его и себе нарисовал. Она говорит, точно, я ее где-то вот недавно видела в интернете. Вот так, дорогие мои, материал получился долгий, ну, не получается у меня делать короткие материалы, я понимаю, что энергии трачу много, сил трачу много, много даю вам некой такой информации, может быть, даже и ненужной, но простите меня за мою слабость. Итак, дорогие мои, отдыхаем, гуляем. Кстати, я сегодня, 14 числа, отвезла в парк, здесь у нас недалеко, ну, может, ну, может, километра полтора и выпустила всех своих улиток. У меня было пять улиток, я их всех сегодня выпустила, была одна такая шустрая, я ее, уже имя было, у Лида, но мне их стало жалко, потому что, ну, они такие любопытные, особенно одна, что, ну, как-то вот я не нашла способа, чтобы их как-то закрыть, чтобы они не вылазили, потому что я утром просыпаюсь, одна уже на стиральной машине сидит, вторая на сахарнице сидит, ну, вот вылазят паразиты, хоть ты убейся, третья под полотенце залезла, особенно интересно, ну, вот не сняла, жалею, особенно интересно общение с моей собакой, он все норовил ее в рот взять, она тут же прячется и опять вылазит, она его провоцировала, вот такие вот новости, все, дорогие мои, всем добра, всем мира, я хочу вам пожелать, просто отпустите по поводу того, ставить крест на каком-то человеке, с которым там что-то не заладилось, или не ставить, давайте мы с вами поговорим в другой раз, как это надо решать и как себя не загнать в какой-нибудь шизоидный тупик, а на данном этапе прощайте всех, хорошо, вот вы знаете, пусть у них болит голова, не думайте вы о тех людях, которые, не отдавайте, не тратьте на это энергию, вы увидите, насколько вам будет проще жить, потому что на данном этапе очень сложно, у меня проблема другая, у меня проблема вот сейчас как исповедь, да, у меня проблема в том, что я понимаю, что гибнут люди, но я не могу отделаться от того, что это необходимо, и на меня это не похоже, и мне, если вы заметили, я даже слишком какая-то серьёзная, мне как-то не по себе, потому что ну это то, что это должно было быть, потому что мир зашёл в тупик, если бы вот эта ситуация, которая случилась, была только между двумя странами, да, Россия Украина, да, здесь можно было бы говорить то, что есть, но вы посмотрите, что делается, ведь уже идёт Третья мировая, и она, её только не, о ней не говорят и не произносят, хотя уже, я уже давно говорила, что она уже идёт, распоставляется оружие, разоказывается помощь и так далее, уже идёт Третья мировая война, и здесь вопрос сохранения человечества, и здесь идёт война не между братом и братом, а здесь идёт война русского мира, вот этой порядочности, деторождения, воспитания, чтобы вы понимали, да, свободы, да, свободы, вы посмотрите, как сбежали все олигархи, да, но сейчас будет другая война, сейчас вот эти места начнут занимать, пытаться другие, поэтому, дорогие мои, именно вот этот коридор затмений, который мы прошли, ушёл из жизни Шушкевич, Станислав Шушкевич, это, он был, по-моему, премьер-министр или кем там у нас в Беларуси, я тогда, по-моему, в Фейсбуке написала, что открылась дорога для ухода всех тех, кто развалил этот самый Советский Союз, Кравчук ушёл, да, вот эти всё вот это так и хочется сказать старьё, но вдруг вспомнишь свой возраст и задумаешься. Здесь уже, знаете как, и когда начали писать везде кругом в соцсетях, что такой человек, такой человек, вечная память и чуть ли не памятник, ну, я всегда говорю, вы знаете, да, человек непростой, суметь развалить Советский Союз и потом всю жизнь доказывать, что мы там не были пьяными или ещё что-то, ну, конечно, великий человек, но это уход Шушкевича, он такой, знаете, подводит черту, это как какая-то площадка такая для создания нового мира, всё будет хорошо, конечно, есть моменты, которые меня беспокоят, но я думаю, что мы с вами на эту тему ещё поговорим, а сейчас, внимание, обязательно заходите в Телеграм-канал, там есть два канала, заходите там, где картинка новогодняя, да, потому что тот канал, он такой, там очень, там стоит ограничение по участникам, почему там не растёт ничего, потому что, ну, мало ли, вдруг нас, как вам сказать, вырубят, не будет, и что мы будем делать без вас, а вы без нас, всё, дорогие мои, всем добра теперь, знаете, я как этот человек, который хорошо умеет гулять, да, всё на пасашок, всё на пасашок, ну, а теперь всем удачи. они, они, teh,